LG Nexus 5 это новый стильный и мощный смартфон от LG и Google. Здесь последняя версия Android 4.4. Смартфон работает на 4-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 800 и графика Adreno 330. Здесь IPS-экран с разрешением 1920х1080, то есть Full HD, 445 ppi и диагональю 4,95 дюйма. Экран, как видим, очень яркий. Видно, хороший имеет углы обзора, яркость, контрастность. Смартфон имеет черный корпус, есть еще и белый экземпляр, при этом только меняется задняя панель. В случае белого она, естественно, белая, но рамки остаются черными. Это soft-touch пластик, очень приятный на ощупь и не оставляющий, здесь минимум остается разводов пятен. Такой, несмотря на почти 5-дюймовый размер, достаточно компактный смартфон. Его толщина всего лишь 8,6 мм. А весит он 130 грамм. Сенсорных кнопок отдельно расположенных нет. Здесь исключительно кнопки в интерфейсе. Здесь нет кнопки настройки, поэтому желательно вынести иконку настройки на главную панель. Дальше сверху находится фронтальная камера 1,3 мегапикселя, сеточка разговорного динамика и датчики приближения освещенности. На верхнем торце имеется аудиоразъем отверстия микрофона. На левом торце двухпозиционный регулятор громкости. И на нижнем торце, если так смотреть по отношению к экрану, то порт microUSB. Слева находится динамик громкой связи и справа микрофон. И, наконец, на правом ребре имеется слот для карты microSIM и кнопка питания блокировки экрана. Задняя панель здесь у нас камера 8 мегапикселей, имеющая вот такой выступ, то есть сверху наклеено защитное стекло с металлическим ободочком. Камера с автофокусом, под ней расположена светодиодная вспышка, далее большой логотип Nexus и маленький LG, служебная информация. Естественно, корпус здесь монолитный, то есть не открывающийся. Встроенная память 16 гигабайт, есть версии на 32 гигабайта и оперативная память 2 гигабайта. Здесь встроенный аккумулятор 2300 мАч, который позволяет достаточно долго поддерживать работоспособность данного смартфона. В тесте батарея HD показатель 13 часов в режиме разговора и более 8 часов видео. Что касается работоспособности, то в iStorm Unlimited смартфон продемонстрировал очень высокий результат 13256 баллов, а в Antutu Benchmark 20038 баллов. Ну, естественно, задержек никаких, чего следовало ожидать. Звучание, динамика средненькое, немощное. Тем более он здесь один. То есть никакой естественности рефика нет. Ну, и слышно, в принципе, что динамик такого среднего уровня. Зато здесь идет Full HD видео. Сейчас посмотрим какой-нибудь небольшой ролик. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, Full HD видео воспроизводится без задержек, но не поддерживаются многие форматы. Поэтому надо закачать NX Player. Возможно, там будет поддерживаться большее количество форматов. Что касается камеры, у нас здесь довольно качественная, хотя как бы разрешение 8 мегапикселей, но это не показатель. Можно снимать хорошее видео Full HD. И интерфейс у него уже Google от Google 4 в операционной системе, очень удобный. Вот такой вот уже установки по кругу, как бы разнообразные, реализованные, что выглядит симпатично и удобно. Качество видео стоит HD 1080 в Full HD. Здесь переключение на другие режимы съемки, в режиме камеры. В режиме камеры. Вот так вот она легко, легонько и нежно снимает. Установки, как я уже сказал, здесь идут по кругу. Выдержку нужно поменять. Здесь масса других установок. Автоспуск. Размер изображения. Переключение на переднюю камеру. Ну и дальше смотрите примеры фото и видео. ПОДПИСМЕНТЫ БИТИ, ПОДПИСМЕНТЫ Добрый народ, вы его желаете жить в демократичной, европейской, справедливой державе. Я витаю, Тебякиев, сердце украинского духа. Да здравствует демократическая Россия. Живе Беларусь. Слава Украине! Слава! Кстати, здесь кнопка питания и регулирования громкости керамические, что должно обеспечивать им более длительную работу. Это мощный, производительный и укомплектованный последней версией операционной системы смартфон с ярким большим экраном. Очень компактный, удобный в работе, в использовании. Защищенный стеклом Gorilla Glass 3 с олефобным покрытием. Цена его на мировом рынке составляет 350 долларов, а в Украине он стоит пока что 530. Такое впечатление, что просто переставили циферки в сторону завышения и по такой цене продают. Его, конечно, можно заказать через Google Play, но будет некоторое время он, видно, сюда доставляться и поэтому наши продавцы, не теряя времени, поставили цену гораздо более высокую. Сравните его с другими флагомовскими моделями, оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал. Каждую среду и субботу обзоры новых смартфонов и планшетов. Субботу обзоры новых смартфонов и планшетов.